Привет друзья! На международном форуме «Армия-2023» компания «Кронштадт» представила БПЛА радиолокационного дозора «Гелиос-РЛД». Производство БПЛА этого типа будет налажено на заводе в Думе. Дрон «Гелиос-РЛД» представляет собой дальнейшее развитие платформы БПЛА «Орион». БПЛА будет взаимодействовать с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-100. Кроме того, дрон приспособлен для обеспечения радиосвязи, выполнения патрульных задач и мониторинга ледовой обстановки. Основное предназначение «Гелиоса» — ведение радиолокационного дозора. Это необходимо для создания сплошного радиолокационного поля на направлении наиболее вероятного полета воздушных сил противника. По мнению экспертов, «Гелиос-РЛД» может стать частью системы ПВО России и активно применяться в Арктике. Для ведения радиолокационного дозора БПЛА «Гелиос-РЛД» возможно будет использовать часть РЛС «Премьер». Данная РЛС используется на самолетах А-100. Максимальная взлетная масса «Гелиос-РЛД» составляет 4 тонны. Предельный вес полезной нагрузки — 800 кг. Размах крыла — 30 метров. Длина — 12 метров. Крейсерская скорость до 450 км в час. Дрон способен подниматься на высоту до 11 000 метров и находиться в воздухе до 30 часов. Боевой радиус применения дрона — 3000 км. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все!